Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим интересный и очень вкусный торт персик. Не скажу, что он очень сложный в приготовлении, да и времени на него уйдет немного, если все делать поэтапно. У меня лично на готовку ушло полтора-два часа. И это с учетом выпечки и отдыха бисквита. Вот как раз с него-то мы и начнем. Для бисквита нам нужны следующие ингредиенты. Яйца, сметана, у меня 20%, сахар, растительное масло без запаха, соль, разрыхлитель и в чашу у меня кукурузный крахмал и пшеничная мука. Муку, крахмал и разрыхлитель соединяем между собой. То же самое делаем и со сметаной и растительным маслом. К яйцам добавляем соль, сахар и взбиваем на самой большой скорости в течение 5 минут. Должна получиться пышная светлая масса. Далее в два этапа просеиваем сухие ингредиенты, перемешивая аккуратно лопаткой, движениями снизу вверх, переворачивая. Добавляем смесь сметаны и масла и опять все мешаем до однородной консистенции. Тесто должно остаться пышным. Выпекать бисквит я буду в 20-сантиметровом кольце. Дно сделала из пергамента и фольги. Духовка в это время уже разогрелась до 170 градусов. Выпекать нужно до сухой зубочистки. У меня лично ушло на это 20 минут. Даем остыть прям в форме, а потом убрав все лишнее оставляем на решетке до полного остывания. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник как минимум на час. Так как он невысокий, этого времени вполне будет достаточно. А пока бисквит отдыхает, приготовим персиковое пюре. Его нам нужно будет пол-литра, поэтому персиков необходимо брать хотя бы в полтора раза больше. Пусть лучше пюре останется, чем вам не хватит и нужно будет делать дополнительную порцию. Я буду использовать для торта нектарин, он же лысый персик. Плоды моем и срезаем кожицу. Избавляемся от косточки, а мякоть режем на кубики. На это уйдет буквально несколько минуточек, будь у вас под рукой такой кухонный помощник, как у меня. Поварской нож Aspect с самым длинным лезвием из предложенных на сайте посудоталер.ру. Такой нож подходит для нарезки, шинковки, измельчения. Лезвие ножа сделано из твердой коррозеонастойкой стали. Ручка выполнена из ударопрочного пластика. Для заточки можно использовать точильные камни, мусаты, ножеточки, но не рекомендуется мыть в посудомойке такой нож. Лучше использовать ручную мойку. В официальном интернет-магазине посудоталер, ссылочку на которую вы сможете найти в инфобоксе, можно, ознакомившись с богатым ассортиментом, выбрать подходящий для себя нож, кухонные ножницы, разделочные доски и многое другое. А если при покупке любого товара вы укажете наш промокод ТОРТОДЕЛ, то получите еще и приятную скидку в 15%. Готовьте с удовольствием и удивляйте своих близких. А мы возвращаемся к персикам. Переместив кусочки в кастрюлю, добавляем немного воды и на среднем огне доводим до кипения. Затем нагрев уменьшаем, прикрываем крышкой и провариваем, периодически мешая в течение 10 минут. Массу процеживаем и вот такое красивое пюре получается. Прежде чем перейти к следующему этапу, подготовим все для сборки торта. К этому времени бисквит уже отдохнул и можно снять шапочку с него. Я срезала не больше сантиметра. Обрезала корж под кольцо, где буду собирать. Это 18-сантиметровое высокое кольцо и ацетатная пленка. У меня пленка высотой 12 сантиметров. Меньше просто не было в наличии. Укладываем корж на дно кольца и пропитываем. Пропитку я сделала из воды и сгущенки. И на мой взгляд, это самая идеальная пропитка для этого бисквита. Далее наша форма отправляется в холодильник. Приступаем к приготовлению первого мусса. И для него нам нужны следующие ингредиенты. Белый шоколад, желатин, я его замочила в холодной воде, молоко, мягкое сливочное масло и сливки с жирностью не менее чем 30%. Горячим молоком заливаю белый шоколад. Молоко я разогрела в микроволновке, практически до кипения. Сюда же отправляется мягкое сливочное масло. Ждем, пока шоколад подтопится. Перемешали до однородности. И вводим в распущенный желатин. Желатин я растопила тоже в микроволновке. Соединили и пока отставляем в сторонку. Охлажденные сливки взбиваем, постепенно увеличивая скорость, до консистенции растаявшего мороженого. Вот так примерно они будут выглядеть. Затем либо венчикой, либо лопаткой аккуратно соединяем в два этапа обе массы. Шоколадную и взбитые сливки. Первый мусс готов. И переносим его на бисквит. Немного потрясем форму и отправляем в холодильник. Или в морозилку, так даже будет лучше. Он там быстрее схватится. Но того времени, которое мы потратим на приготовление второго мусса, будет вполне достаточно и для холодильника. Кстати, про второй мусс. К его приготовлению мы и приступаем. Для мусса номер два понадобится сгущенка, персиковое пюре, мягкое сливочное масло, замоченный в холодной воде желатин и жирные сливки. Персиковое пюре, оно, кстати, еще у меня теплое, смешиваю со сгущенкой и мягким сливочным маслом. Далее добавляю растопленный желатин и в несколько этапов соединяю с охлажденными взбитыми сливками. Взбить их нужно точно так же, как и для первого мусса. Соединив все вместе, мусс аккуратно с помощью лопатки переливаем форму на подзастывший первый слой. Это очень важный момент, так как если не дать первому слою схватиться, то обе массы частично соединятся и разрез уже будет не такой ровный, слои будут не такие ровные. Форма отправляется в холодильник, а нам нужно сделать мусс для следующего слоя. И для него нужны следующие ингредиенты. Персиковое пюре, сахарная пудра, желатин плюс холодная вода, жирные сливки. Тут все еще проще. Пюре соединяем с сахарной пудрой и распущенным желатином, а потом и со взбитыми сливками. При взбивании сливок придерживаемся тех же правил, что и для двух предыдущих слоев. Соединив, переливаем аккуратно на второй, опять же таки, под застывший слой и отправляем обратно, либо в холодильник, либо в морозилку. Для верхушки сделаем желе. И для него нам нужны персиковое пюре, вода, желатин плюс холодная вода и сахарная пудра. Пюре, воду и пудру смешиваем и добавляем растопленный желатин. Остужаем массу до комнатной температуры, но это в том случае, если от желатина она чуть теплая. Далее заливаем на третий застывший слой и отправляем в холодильник до полного застывания, часов на 6. У меня торт провел в холодильнике ночь. И перед тем, как снимать кольцо, я рекомендую минут на 30 торт отправить в морозилку. Далее пленочку я буду менять, так как 10 сантиметров у меня не было, и я использовала 12 сантиметровую пленку, поэтому новую пленочку я подрезаю, так чтобы высота пленки была на 1-1,5 сантиметра выше торта. Получается как раз 10 сантиметров. Одну пленку аккуратно убрала, а другую присоединила к торту. Чтобы не было пузырьков, между пленкой и тортом аккуратно выгнала воздух салфеткой. Добавила у основания ленты, кончики ленты я скрепила гелем глянец, ну и для большей милоты, конечно же, нужен бантик. Оформлять торт буду ягодами, и к желейной прослойке я их крепила тоже гелем глянец. А так как ацетатная пленка выше, и остались бортики, им некуда было деться. Сверху срезы у клубники и у кусочков нектарина покрыла тем же гелем, добавила листочки мяты и медальончик. Я его распечатала заранее на сахарной бумаге и приклеила гелем глянец к мастичной основе. Все, тортик готов. Судя по надписи, нетрудно догадаться, что я его делала не для себя, а в подарок нашим друзьям. Поэтому, к сожалению, разреза тортика в этом ролике не будет. Но по боковине нетрудно догадаться, какой он в разрезе. Так как у разреза и у боковины торта рисунок совпадает. Тортик милейший, нежнейший и по вкусу, и по своему внешнему виду. Пробуйте, не бойтесь экспериментировать. Мы с вами увидимся совсем скоро в следующем ролике. Всем пока! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова